Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разговариваем о степенях зрелости винограда и о том, как их определить. В одном из прошлых видео, где я вам рассказывала про выбор технологий винификации, я вам говорила о том, что степень зрелости винограда будет влиять на выбор в дальнейшем технологий. Ну, либо наоборот, если нам условия позволяют, мы знаем, что мы хотим получить на выходе, мы знаем, какие технологии мы хотим применить. Соответственно, если условия погодные нам позволяют, мы растим виноград до тех кондиций, которые нам нужны, до той степени зрелости. У винограда есть два понятия зрелости. Первое – это зрелость технологическая. Для столовых сортов – это когда ягоду уже можно и вкусно есть. Для технических сортов – когда виноградная ягода набрала нужное количество сахара. На самом деле, не только сахар, но еще и кислот. Но кислот мы сильно не касаемся по одной простой причине. Во-первых, определение их уровня в домашних условиях несколько сложновато. Многим людям сложно даже элементарно померить сахар и пересчитать его на спирт. Про кислотность я вообще не говорю, потому что там надо реактивы, там надо расчеты. И в принципе, в наших северных регионах вопрос с кислотностью не стоит так остро, как в южных. В домашних условиях техническую зрелость винограда мы определяем по уровню сахара. И определяется это прибором. Ручной рефрактометр. Берем ягодку с куста, капаем сок и видим показатели. Конечно, в дальнейшем для виноделия правильно определять уровень сахара в сусле. Но первоначально, чтобы понимать вообще наши ягоды более-менее дошли до своих кондиций, либо не дошли, мы можем взять несколько ягодок с грозди в разных ее местах, померить, посмотреть более-менее средний показатель. Ни в коем случае, если вы не профессионал, не определяем все это на вкус. Чуть позже я объясню вам почему. Вторая зрелость – это фенольная зрелость, то есть зрелость кожицы и косточки. Когда и для чего это важно? Если мы делаем вина по белому способу, когда мы просто отжимаем сок и его сбраживаем, то фенольная зрелость для нас не имеет особого значения. Вина по розовому типу, когда происходит тоже краткий контакт с кожицей и косточками, то же самое. Но если мы делаем вина по красной технологии, которая как раз-таки подразумевает брожение сусла на кожице, на косточках, то фенольная зрелость – это очень и очень важный показатель. Почему? Потому что вот тонинные вяжущие вещества, сусло, вино, отдает как раз-таки кожице, ароматические вещества. Это кожица и косточка. И поэтому, если они будут недозревшие, то вот эту недозрелость они отдадут и вашему вину. И если оно получится такое не очень приятное на вкус, очень вяжущее, там будут какие-то вот такие зеленые неприятные тона, то это как раз-таки связано с тем, что виноград для вина использовался не в достижении фенольной зрелости. Он использовался, грубо говоря, зеленым. При этом вы можете сказать, ну я же готовил вино, когда у меня был хороший уровень сахара. Дело в том, что фенольная и техническая зрелость не всегда наступают одновременно. И очень сильно зависит от погодных условий. Если стоит жаркая, сухая погода, то техническая зрелость и уровень сахара могут сильно опережать фенольную зрелость. Почему? Сахар в ягоду поставляют с одной стороны лист, а с другой стороны при сильно-сильной жаре кислоты, которые находятся в виноградной ягоде, могут сгорать. Ну это химический такой процесс. И превращаться в тот же сахар. И у нас получается сахара много, а фенольная зрелость еще не наступила. И, конечно, делать вино из такого винограда по красному способу, ну на самом деле не очень хорошо, потому что результат такой непредсказуемый. То есть фенольная зрелость это очень и очень важный показатель. Ну а теперь, как же все это определить? Техническую зрелость определить просто. Мы ее определяем, я уже вам показала, прибором, ручной рефрактометром. Почему нельзя определять по вкусу? Вчера мы, когда приехали на дачу, мы с дочкой провели такой маленький эксперимент. Мы играли в игру «Угадай сахар». Мы пробовали различные ягоды, ну и каждый из нас говорил, что вот какой здесь уровень сахара, по нашим ощущениям. И потом измеряли на приборе. Я некоторой хитрости знала и ей не говорила. И вот мы берем с ней ягодку Макузани. Те, кто знаком с этим сортом, знают, что у него высокая кислотность. Она пробует и говорит, фу, какая кислятина. Мы берем ягодку, раздавливаем и смотрим. А сахар у этой кислятины был 19,5 брикс. То есть, понимаете, сахар очень хороший, но мы его не чувствуем только потому, что там высокая кислота. Конечно, есть профессионалы, которые, можно сказать, с пеленок пробовали виноград, у которых виноделие, можно сказать, в крови и впитано с молоком матери. Те люди, у них очень сильно развитые вкусовые рецепторы, плюс они работают с определенными сортами. И, конечно, они могут определить всю инфинальную зрелость, техническую, именно на вкус. Но такие люди, они в временах развитого виноделия, где-то все делалось поколениями, поэтому я же говорю, они все-таки впитывали с молоком матери. Если вы не профессионал, у вас там два куста, и вы первый, второй, даже третий раз что-то делаете, то не полагайтесь на свой вкус. Он очень обманчив. Вот эта штука, конечно, она не обязательна, но она очень сильно облегчит вам жизнь. С технической зрелостью разобрались. Как же фенольную зрелость определить? Ну, тоже профессионалы, они разжевывают шкурку. Они ее разжевывают и чувствуют, насколько там вот какие-то она присутствуют. То есть шкурка должна быть приятная, там не должно быть каких-то вот таких посленовых, может быть, тонов, каких-то еще вот зеленых овощей, ревня, чего-то такого. Ну, а есть еще другой, скажем так, более простой способ определить вот эту фенольную зрелость нам, непрофессионалам. Сейчас мы с вами возьмем несколько ягодок разных сортов. Я взяла три сорта. Мукузани, Ландул, Нуар и Галант. И сейчас мы по их ягодкам посмотрим параметры. Вот смотрите, что у нас получилось. Я еще специально дозбавила мускат Блау для наглядности. Мукузани, ну, понятно, что это сахар не во всех гроздях, не во всех ягодах, а в данных конкретных, но тем не менее. Сахар 19 и косточка. Ну, вот она коричневее. Постараюсь максимально вам показать. Вот так лучше видно, немножко приходится мне подсвечивать фонарик. Ну, то есть косточка не совсем созревшая. Да, процесс ее созревания идет, но вот камера не светит так, как мне бы хотелось. Вот смотрите, вот здесь еще такое, ну, то есть бугорки стали у косточки желтеть. Вот здесь еще светловато область. И клювик не совсем созревший. Ландул Нуар, вот на Ландул Нуар, кстати, лучше будет видно. Сахар 19,5. И вот основная часть косточки, в принципе, уже коричневая, а клювик еще зеленоватый. Клювик созревает самым последним. Потому когда клювик у нас становится коричневым, уже это говорит о полной фенольной зрелости. А голланд, смотрите, в данной конкретной ягодце сахара было 22, и вот ее зрелость. Тут даже хорошо видно, можно не подсвечивать. Бока у косточки коричневые, и осталось им буквально чуть-чуть. Клювик пока зеленоватый. И для сравнения, чтобы было понятно, смотрите, мускат блау, он отстает пока. Ну, говорила, кустик молодой, сахар 16, и видим, косточка еще совсем, совсем зелененькая. Вот, подсвечу с разных сторон, то есть совсем такая зелененькая, по сравнению со всеми остальными. Хотя вот, я думаю, что вам на камере кажется, что и у ландожи коричневая косточка, и у мукузани, но на самом деле не совсем. Да, она желтенькая, но еще немножечко ей надо подозреть и одну, и другой. А теперь обсудим с вами еще один вопрос. Может ли фенольная зрелость опережать технологическую? Опережать? Нет. Не соответствует? Да. В каких случаях это происходит? При неблагоприятных погодных условиях. Вообще погодные условия и условия выращивания, агротехники, вот это все очень и очень сильно влияет на параметры винограда. И в прошлом году вот у меня был такой яркий пример. Русский ранний у меня уже набрал, то есть он был хорошо вызревший, спелый. Он долго висит на кусте, поэтому я всегда его держу до того момента, когда я буду еще что-то собирать. На браун сахара я, конечно, сейчас уже не помню, но, наверное, в районе 22. И пошли дожди. Дожди размывают сахар. Ну, понятно, влага. Влага тоже попадает в ягоду, соответственно, концентрация всех веществ становится там меньше. Дожди сахар размыли. Вот эти два параметра уже стали друг другу не соответствовать. То есть фенольная зрелость вроде есть, а сахара стало 18. То есть, ну, 18, честно говоря, немножко маловато. Конечно, можно и с таким сахаром делать вино, будет чуть ниже спиртозность. Но я всегда ориентируюсь где-то, чтобы сахара было хотя бы 20. И в итоговую цифру мы вышли в спирт приблизительно 12. И смотрите, когда сахар размывается водой, потом он набирается крайне сложно. Потому что, ну, опять же, погодные условия. Вот осенью у нас бывает задождит, задождит, задождит. И возможности ягоди назад набрать свой сахар практически нет. Жары нет, чтобы превратилась кислота. И так холодно, световой день становится коротким, лист работает не очень хорошо. Набрать этот сахар назад сложно. При этом, давайте не будем забывать, что ягода осуществляет процесс дыхания. И для того, чтобы осуществлялся процесс дыхания, на него расходуется сахар. Просто когда растение нормально растет, фотосинтез, вот этот процесс, он дает гораздо больше сахаров, чем расходуется на дыхании. Но если у нас возникают плохие условия, так же, например, держать ягоду на кусте после того, как пришел заморозок и весь лист померз, либо болезнь его съели. Ну, увеличить что-то в такой ягоде будет крайне сложно, потому что вот идет этот самый процесс дыхания. Сахар расходуется, а взять его ниоткуда. Поэтому, например, такая вещь, как поздний сбор в наших северных регионах, хорошо только, когда у нас поздняя сухая такая тепленькая осень. Но если начинаются дожди, то даже при недостижении полной фенольной зрелости, а в некоторых случаях мы можем принимать решение снимать ягоду раньше. Потому что там мало того, что и фенольная эта зрелость может наступить слишком поздно, и сахар размоется. Конечно, сахар можно откорректировать, можно его добавить. Но вопрос, зачем? То есть в таких случаях мы уже понимаем, у нас есть определенные возможности, и что мы из этого можем сделать. То есть возвращаемся к началу нашего разговора. Мы либо технологию подбираем под ягоду, либо ягоду под технологию. Тут уже смотрим, как создаются условия, и принимаем на основании этого решения. И кратенько. Оптимальное значение сахара в виноградной ягоде для сбора 20 брикс. Можно чуть больше. Если это игристое светлое вино, оптимальный сахар 17-19. Если мы хотим делать красное вино, плотное, насыщенное, с брожением на мязге, с длительным брожением на мязге, тогда мы дожидаемся не только нужных параметров сахара, но и фенольной зрелости, которую мы определяем по косточке. Если по какой-то причине у нас эта самая фенольная зрелость не набирается до нужных параметров, в таком случае мы выбираем другую технологию, мы на мязге держим либо кратко, либо не держим вообще. Ну и конечно помните, что залог хорошего вина это хороший виноград в начале и правильно подобранная под него технология. Более подробно про то, чем нужно руководствоваться при выборе ту или иную технологию изготовления вина, есть отдельное видео. Под этим роликом, нажав кнопку еще, в описании найдете ссылку. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!